Есть женщины в русских селениях, с спокойной важностью лиц, с красивой силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Писал о простых русских женщинах поэт Николай Некрасов, восхищаясь их силой духа, цельностью характера и широтой души. О героине нашего следующего сюжета можно с уверенностью сказать, что она – некрасовская женщина. Если надо, и коня на скаку остановит и в горящую избу войдет. Открытая, щедрая, жизнерадостная, энергичная – именно такое впечатление складывается после нескольких минут общения Зинаиды Александровны Тимовской. Родилась и выросла она в Славинском районе. Учителем немецкого языка почти 40 лет проработала в сельской школе. Вместе с мужем построила дом, воспитала пятерых детей. Вот наша семья, когда Аленушку замуж отдали. Первый наш зять. Вот это Ваня, это вот Андрей, это вот этот маленький Леша, это Костик, это я и папа Ваня мой, и Аленушка. У меня четыре мальчишки и лапочка дочка. У детей уже свои семьи, но дом Зинаиды Александровны по-прежнему наполнен детскими голосами. Приходят внуки, их у нее 13 и один правнук. С ними она занимается творчеством, помогает делать уроки и даже выучила второй язык, английский, чтобы помочь внукам его освоить. Своих внуков, так же как и детей, Зинаида Александровна воспитывает, приучаясь детства к труду. Еще одно правило этой семьи – делиться всем, что имеешь с другими и никогда никому не отказывать в помощи. Наша бабушка добрая, отзывчивая, всех всему учит. Например, когда Ксюша с Дашей приезжают, она их учит там, всем все дает, помогает там что-то делать. Ну, мы ей тоже помогаем. Мы с ней постоянно играем, делаем играми, английским занимаемся, помогаем ей двор подметать, посуду мыть, куриуток кормить. В будние дни собрать всю большую семью Тимовских сложно. У всех работа, учеба, но праздники они обязательно проводят вместе, да и так приходят в гости. О своем детстве вспоминают с улыбкой и благодарностью родителям за воспитание. О маме говорят с особым восхищением. Человек, который стремится помочь всем, где-то советом, где-то делом, наверное, добродушный еще. Воспитывали нас, я считаю, что ответственно. Трудиться, конечно, заставляли. В принципе, я рад этому, что не боюсь никакой работы. Не бояться никакой работы – это семейное. Глава семьи Иван Григорьевич в колхозе трактористом проработал 45 лет. Трое из сыновей пошли по его стопам, получили рабочие профессии. Младший сын Алексей выбрал профессию матери, стал учителем. Для самой Зинаиды Александровны школа – это не просто место работы, это смысл ее жизни. О себе она говорит, что родилась уже учителем. В характеристики учительница так и сказала, что она собирается быть учителем начальных классов, прирожденный учитель детства. Это классный руководитель мой так написал в письме. Любимой профессии наша героиня отдала 38 лет и даже на пенсии продолжает учить. Причем не только своих внуков, но и соседских ребятишек. А таких, как Зинаида Александровна говорят, на них земля держится. Она – стержень и основа всей большой семьи Тимовских. Вокруг нее всегда кипит жизнь. И за что бы она ни взялась, будь то работа, общественное поручение или хобби – все выполняет на совесть и доводит дело до конца. И для нее нет лучшей похвалы, чем сказать, что она ответственный и требовательный человек. Причем в первую очередь к себе. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События». Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».